Приветствую вас, ну, может быть, какие-то психологи говорят, что самые здоровые отношения это партнерские. Лично я всегда спрашиваю у человека, у клиента, какие отношения ему самому хотелось бы устраивать. То есть вопрос заключается в том, что в каких отношениях, в какой позиции, в отношениях, человек чувствует себя лучше всего, комфортнее всего, приятнее всего, как бы чувствует себя на своем месте. И вот ситуация заключается в том, что у каждого человека свои потребности. Кому-то лучше быть доминирующим, кому-то, наоборот, лучше быть ведомым. Понимаете? Поэтому партнерские, то есть равноправные отношения, это лишь один из видов отношений. Но ни в коем случае не самые лучшие, это не самые здоровые отношения и так далее. То есть нет нормальных отношений, нормы в отношениях нет. Люди определяют эту норму сами, своими ощущениями, своими рефлексиями, своими желаниями и так далее. И если, например, вы говорите, что мужчина, слова которого вы инфицируете, намекают на то, что женщина должна ему подчиняться, ну, значит, этот человек считает, что он должен быть лидером в отношениях. Он сторонник патриархата, грубо говоря. И в этом нет ничего плохого. Ислам и мусульманский мир, там яркий пример, там у мужчины может быть 3-4 жены. Только если он может этих жен содержать. И в общем-то многие, например, славянские женщины выбирают добровольно именно мусульманцев, потому что там они из-за мужчины, как за каменной стеной. И им это нравится, их это устраивает. Они испытывают удовлетворение из-за этого. По этой причине. И нельзя сказать как-то вот однозначно, что ваш мужчина не прав. Но это человек со своими устоявшимися позициями, со своими устоявшимися моделями, со взглядами своими в конце концов. Понимаете? И я не думаю, что он справедливо и правильно говорит, что именно он, этот человек, не прав. Вопрос в другом. Как вот вам правильно, в общем-то, сказал мой коллега, что более подходящийся для вас. Если вы считаете, что он позиция рабыни, позиция бесправного, скажем так, существа, вас устраивает, если вы считаете, что, как бы вот, такая позиция вам нравится, вам по душе, если вы считаете, что она вам подходит, выбирайте ее. Проблем на самом деле в этом нет никаких. Но если вам не нравится, если вы считаете, что это не для вас, то просто скажите этому мужчине, «Хорошо, дорогой, я с тобой согласна, спорить с тобой не буду, ты можешь считать, как хочешь, а я буду считать, как я считаю нужным». Потому что у каждого свои предпочтения, и в этом есть проявление разнообразия. Понимаете? Вы судите об отношениях по высказываниям отдельных людей, в частности, по высказываниям одного мужчин. Ну, я допускаю, что высказываний может быть больше, допускаю, что, может быть, вы не только от одного мужчины слышали подобное. Вот. Но, тем не менее, это лишь одна точка зрения, которая продиктована особенностями развития общества, культуры. Вот, например, например, допустим, в России в то время был мир мужчин. И от этого никуда не держим, как бы мы ни хотели. Но даже в этом мире, в мире мужчин, очень много людей, которые хотят партнерских отношений. А в Европе? Смотрите, в Европе там мужчины далеко мы полностью за партнерские отношения. Ее женщина далеко не всегда этому удовлетворена. То есть, основной вопрос к вам это для чего вы интересуетесь? Вы не уверены в себе или вы не уверены, что сможете построить отношения партнерские, которые вы хотите? вы хотите понять мужчину, который вам симпатичен, но который высказывает такие взгляды, такую позицию, которая вам не симпатична. Вы хотите мужчину переделать, вы его не переделаете. А допустим, у него, у вашего мужчины, про которого вы говорите, есть свои достоинства определенные. И это делает его хорошим человеком. Его позиция не делает его менее хорошим. но его позиция делает его неподходящим вам. Вопрос только в том, насколько. Насколько он вам не подходит. Насколько вы чувствуете, что этот человек обладает другими ценностями, не такими, как у вас. И готовы ли вы эти ценности принять без вреда себе? То есть, если вы подчиняетесь, то вы можете подчиняться добровольно. для себя, чтобы сделать мужчину счастливым. Оценит ли вы это или нет, это уже другой вопрос. Важно, что вы хотите. Важно, что вы желаете. Понимаете? Ну вот у меня отложилось такое впечатление, что вы не очень уверены в себе. Например. У нас возилось ощущение, что вы, по сути дела, потеряли веру в то, что сможете построить такой тип отношений, которые вас бы полностью устраивали. И вы спрашиваете, также вот какие могут быть партнерские отношения. Если вы хотите именно партнерских отношений, расширяйте свой кругозор, расширяйте свой круг общения, общайтесь с другими мужчинами, с разными мужчинами, с большим количеством мужчин, и вы увидите, что многие, очень многие за партнерские отношения. Я вот, например, таких мужчин знаю, их довольно много. Поэтому непонятно, почему вы судите о таком глобальном аспекте отношений по высказываниям отдельных людей. Ведь ценности у всех разные. У вас одни, у него другие. Воспитание у всех разное. Свои ценности, свое мировоззрение у всех разное. Может быть, мужчина это вообще человек, который верит в Бога, а религия, когда женщинам оставляет меньше прав, чем мужчинам. Так было всегда, любая религия. Потому что религию придумали мужчины. Вот. То есть очень много аспектов и ни одно высказывание человека в данном случае ни в коем разе не определяет реальное положение вещей. Я желаю вам удачи, я желаю вам найти партнера, который вам бы подошел. Я желаю вам нащупать свою позицию в отношениях, чтобы вы понимали, какую позицию вы хотите занимать. И я желаю вам больше уверенности в себе. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. позиция. Редактор субтитров Продолжение следует...